Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы на канале Домашний Мастер. В этом видеоролике хочу обсудить актуальную тему, а именно обогрев дома зимой. И также детально вас познакомить с конвекторным обогревателем Atlantic F125 Design. Поэтому желаю вам приятного просмотра и погнали! Для начала хочу немножко рассказать, почему стоит обратить внимание на конвектор. Не знаю как у вас, а у нас в этом году зима лютует. В России, конечно, не Португалия какая-нибудь. У всех есть центральное отопление, будь это квартира или дом. Но часто тепла от батареи недостаточно. И дома все равно холодно и некомфортно. А бывает люди строят загородный дом или дачу. И встает вопрос обогрева. Что выбрать? Для отдельно стоящих домов, особенно когда у вас дачный вариант и у вас есть наезды на праздники, я бы все-таки выбрал электрические конвекторы. Но даже в квартирах, хоть и центральное отопление, но тепла не хватает, всегда стоит один конвектор электрический держать в запасе. Тепловентиляторы малоэффективны. Гоняют пыль и сушат воздух. Масляные батареи слишком громоздкие. Их горячий корпус может навредить детям или домашним животным. В помещении такие приборы нагревают очень медленно. Приходится включать их на весь день. Инфокрасный греют скорее локально. А вот качественный конвектор хорошо и быстро нагревает помещение. При этом не сжигает кислород. Принцип действия такого прибора основан и известен всем по школьной программе, физическом явлении. Это конвекции. Горячий воздух поднимается вверх, а холодный остается внизу. Конвектор, благодаря мощному тену, нагревает воздух в нижней части помещения. Нагретый воздух поднимается вверх. Остывая, он плавно оседает и снова нагревается конвектором. Такой вот круговорот воздуха. И в помещении постоянно сохраняется комфортная температура. Но хватит вступлений. Давайте уже перейдем непосредственно к герою обзора. Атлантик. Это французский бренд. Компания была основана еще в прошлом веке. Сейчас у нее более 8 тысяч сотрудников. Десятки заводов в Европе. Собственное дизайн-бюро в Италии. И что немаловажно, нет производства в Китае. Ни одного завода. Компания европейская, не китайская. Да и вообще на сегодня надо понимать, что на рынке у нас есть два вида электрических конвекторов. Одни европейские, другие китайские. Европейские разрабатываются в Европе. И для самой Европы. Я уже вспоминал про Тугалию. У меня там есть пару хороших знакомых, которые каждое лето, весна, осень шлют фотки с пляжа, кайфуют. А когда наступает зима, пишут, что реально холодно и не хватает отопления. А все потому, что центрального отопления нет. Причем не только в Португалии, но и во многих теплых странах Европы. Такие как Франция, Италия, Испания, на Кипре и так далее. Так что конвекторы там используются круглосуточно. В режиме 24 на 7. Это у них основной вид отопления. И таким образом от приборов идет максимальное требование. Чтобы они были надежными и безопасными. Конечно, европейское качество дешевым не будет. Поэтому, возможно, многие россияне на авосе и покупают китайские обогреватели, которые неэффективны и ненадежны. У них вообще на самом деле единственный плюс – это цена. Они стоят там в полтора-два раза дешевле. Но такие, скажем, бюджетные, скажем, конвектора могут также ударить током, нагреться больше 100 градусов. А самое невеселое – это риск пожара. По данным МЧС, более 70% пожаров в жилых домах происходит именно из-за некачественного электрооборудования. И в большинстве таких историй замешаны как раз китайские конвекторы. Так вот, Атлантик – это единственное на рынке исключение, когда не нужно выбирать между безопасностью и экономией. Как я уже и говорил, за счет больших оборотов компании им получается существенно экономить на издержках. Если простыми словами, то цена китайская, а качество европейское. Модель Атлантик F125 дизайн представлен в пяти вариантах. Это от 500 до 2500 ватт. Но самые ходовые – это 1000, 1500, 2000 ватт. И в зависимости от мощности прибор способен нагреть помещение от 5 до 25 квадратных метров. Цена прибора колеблется где-то от 5500 до 9500. Поэтому, как и говорил, цена довольно доступная. И вы получаете хорошее качество. Лично у меня на столе моделька Атлантик F125 мощностью в 2000 ватт. Этой мощности мне хватит спокойно обогреть помещение до 20 квадратных метров. Давайте заглянем в коробку. Там вы найдете, само собой, обогреватель, а также кабель с вилкой и кронштейн на стену. Да, здесь и проявляется особенность европейцев. Там конвектора заменяют батареи. Поэтому приборы можно не только ставить на пол, но и прикреплять на стену. Также конвектор можно использовать в стоячем положении. Но для этого нужны ножки. Они докупаются отдельно. Стоит копье около 300 рублей. Поэтому, если вы будете заказывать, можете также заранее заказать и ножки. Я их не брал, потому что у меня конвектор будет висеть на стене. Габариты конвекторов зависят от мощности. Он может быть почти квадратный, либо вытянутый в ширину. В данном случае у меня вот такие размеры. Например, высота примерно до 50 сантиметров, а ширина до 80 сантиметров. Это, как я и говорил, прибор на 2000 ватт. Сам конвектор минималистичный и впишется абсолютно в любой дизайн. Конечно, лучше его повесить на стену. Особенно, если вы только строите, друзья, дом, дачный дом. Всегда под окошком, рядом с окошком сделайте розеточку. Потому что, если вдруг не хватит вам своего родного отопления, будь это теплый пол, вы всегда сможете повесить такой электрический конвектор. И который будет поддерживать нужную вам температуру. Конечно, если добавить ножки, то его можно поставить и на пол. И по сравнению с масляными обогревателями, такой конвектор будет занимать раза в два меньше места. Передняя панель корпуса несколько изогнута. Это называется технология HD. Особая форма лицевой панели позволяет быстрее нагреваться и при этом дольше сохранять тепло. Благодаря технологии HD Atlantic F125 по теплоотдаче приближается к масляным обогревателям. И главное, не сушит воздух. Поэтому конвектор отлично подходит в качестве постоянного источника отопления. Посмотрим на тыльную панель приборов. Тут есть отверстие для забора воздуха. Есть кнопка включения. Кстати, производитель рекомендует использовать ее только в периоды длительного отключения конвектора. Есть скрепления для стены. Их также можно снять, если они не нужны. В целом могу сказать, что прибор идеально собран. Ничего не болтается, не гремит, не шумит. Если задеть, не прогибается. А теперь поговорим про управление. Прибор оснащен продвинутым электронным термостатом. К слову, у Atlantic даже самые дешевые конвектора оснащены точным термостатом. У F125 есть дисплей. Сенсорные кнопки, различные индикаторы. Включается обогреватель с помощью вот этой кнопки со стрелочки. Она же позволяет переключать различные режимы. Работа конвектора. Пиктограмма «Солнышко» – это режим комфорт, в котором прибор поддерживает комфортную для вас выбранную температуру. Пиктограмма «Эко» – энергосберегающий режим. В нем температура по умолчанию на 3 градуса ниже, чем в режиме комфорт. Но можно выбрать и свой вариант. Иконка с часиками – программируемый режим. Ну и таймер. Возможность установить время, после которого обогреватель сам отключится. До 8 часов. Клавиши вверх-вниз позволяют менять установленную температуру. Доступен выбор температуры в диапазоне от 13 до 28 градусов. Ну и самое интересное – это программируемый режим. Для вашего удобства в Атлантик продумали и встроили в прибор 5 программ работы. Не буду вдаваться в детали, в инструкции все внятно расписано, но если кратко. Есть программа для тех, кто отсутствует дома в рабочее время. Или для тех, кто отсутствует дома, но забегает на обед. Ну и есть также для тех, кто дом постоянно. Привет, карантинные будни! В каждых режимах программ конвектор чередует работу в режимах эко и комфорт. Таким образом, чтобы когда вы были дома, вам было тепло. А вдруг, если вы ушли, то конвектор меньше потреблял электроэнергии. На ночь, например, тоже активируется режим эко. Да и вообще, такие режимы, такой набор режимов доступен только в конвекторах европейского производства. Это все вызвано стремлением европейцев к разумной экономии. Ну, для примера, нафига вам, чтобы конвектор работал на всю мощь, когда вас нет дома? Или когда вы спите? В новых моделях вообще есть датчики присутствия. То есть, когда вы приходите домой, конвектор сам автоматически включает комфортный режим. Тоже прикольная штучка. Если вдруг вам не подходит ни одна программа из предустановленных, то, друзья, есть шестой режим, с помощью которого можно индивидуально под себя настроить дни недели и часы работы. Поэтому все тут максимально гибко. Конвектором Atlantic F125 я уже пользуюсь некоторое время. И сложилось небольшое впечатление. Первая мысль после включения, он реально быстро нагревается. И уже через пару минут хорошо излучает тепло. И если вы, друзья, будете пользоваться этим прибором даже 24 на 7, главное, соблюдайте и покупайте себе прибор по характеристикам. То есть, если двоечка, ну, 2000 ватт, тянет до 20 квадратных метров, то, значит, и нужно его брать. А лучше немножко с запасом. А то бывают люди, когда на 60 квадратов поставят один конвектор и говорят, что-то холодно. Ну, конечно, холодно. Ты используй прибор правильно, и все будет хорошо. Также конвектор соответствует высокому второму классу защиты. Он пожаробезопасен, не бьет током, и такую штучку можно смело использовать 24 на 7. У всех конвекторов Атлантик грамотно спроектированы тены, друзья. И даже если вы влупите тут на максимальную температуру, корпус конвектора нагреется до 45 градусов. То есть, больше никак. Поэтому, если у вас будет стоять стационарно, а рядом будут бегать дети, животные, кто-то дотронется, то все будет нормально, не будет никакого ожога. Производитель об этом подумал заранее. Про экономичные режимы я уже говорил, но хочется добавить, что сам конвектор работает экономично. А именно, он не тратит электричество впустую. И даже экономит около 5%. Если мы берем китайские, там вообще 20-30% просто улетает в трубу. Поэтому тут тоже есть большая разница. Ну и давайте немножко подведем итог. В общем, Атлантик это надежные конвекторы с европейским уровнем качества. И также за вменяемые деньги. Конкретно моя моделька, друзья, на 2000 ватт обошлась мне 8,5 тысяч рублей. Скажете, дорого? Не, не соглашусь. Европейские такие штучки стоят от 20 тысяч. Ну и самый главный приятный нюанс, друзья. Гарантия на конвекторы Атлантик составляет 5 лет. Именно 5, а не как у остальных производителей, там 1-2, ну максимум 3 года. И если вы хотите узнать более подробно, друзья, я оставлю ссылочку в описании. Ну а если у кого-то уже есть такая моделька, F-125, например. Пишите комменты, пишите вопросы, я постараюсь ответить. И надеюсь, в этом видеообзоре я постарался максимально все изложить. Поэтому, друзья, спасибо вам за просмотр. Пользуйтесь хорошим, надежным оборудованием от качественного производителя. Держите пятую точку в тепле. Ну, хвост пистолетом, как говорят. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю счастья, успехов. Чтоб все было хорошо, все было просто замечательно. Еще раз всем спасибо. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.